За срыв сроков работ на красноярских магистралях придется заплатить штраф по контрактам. Сезонный ремонт городских дорог должен близиться к завершению. Но некоторые объекты, очевидно, не успеют сдать к обозначенным датам. За что городоначальник обещал накрутить подрядчикам хвосты, знает Юлия Рядчикова. А знаки переноситься не будут, как и будут стоять. Здесь был пешеходный переход. Он перенесся вот туда. Куда перенесся. Да, понижение там и есть. Да, вопросов нет. По Ястынской, да с ветерком сегодня, как говорится, грех не проехать. Эта дорога одна из тех, что не вызывает опасений у автомобилистов. Ремонт на участке близок к завершению. Чиновник из управления дорог торжественно замечает, что ремонтники сработали на опережение. На полотне ни малейшей колдобины не углядеть. Но общественники все же разглядели недочеты. Да не один. Говорят, благоустройство никуда не годится. Хвост большой. Он должен быть. А вот автобусная остановка. До конца сентября, как уверяют представители УДИБа, прилегающие к дороге тротуары приведут в порядок. И интересы маломобильных граждан учтены. Общественники информацию выслушали с недоверием. Никто не продумывает пешеходную доступность. Я вот сколько хожу, да, вот грубо говоря, мы сейчас проедем и упремся просто в газон. Как бы дорогу сделали хорошо, а все остальное, инфраструктуру никто не продумывает. Одно из замечаний, которое отметили общественники, это отсутствие комплексного подхода при благоустройстве дорог. Вот в этом месте заканчивается гранитный бордюр и начинается вибропрессованный, что бросается в глаза. На стыке заканчивается работа разных подрядчиков. Один из них решил сэкономить на материале. А вот бордюр, который должен был окаемлять дорогу по улице железнодорожников, и вовсе все никак не может пойти в дело. Уже месяц лежит колом на тротуаре. Заждались автомобилисты и завершение ремонта по улице с Пандаряна. Судя по ходу работы, нырнуть на шахтеров с нее получится не скоро. Со скрипом идет ремонт по Северному шоссе, Дудинской и Авиаторов. Подрядчиков недельку назад собирал хвоста, накручивал каждый объект, рассматривали. Понятно, там есть часть вопросов, где-то с документацией подвисли. Это по строительным объектам. Там сейчас, я думаю, подрулим ситуацию. Где-то подрядчики, понятно, ссылаются на дефицит рабочих. Это объективная тоже причина, но это не значит, что надо сидеть, лапки сложить и все, и расписаться. Накрученный хвост, очевидно, помог. По оценке мэра, за последнюю неделю сразу по нескольким дорожным объектам наметился прогресс. Но по ряду контрактов сроки все же сдвинутся примерно на неделю. И тут завивкой уже не обойтись. Даже незначительная задержка чревата штрафами. Юлия Рядчикова, Илья Синькевич, 7 канал.